Благодаря активности местных жителей, точка Зубцовский карьер в прошлом году появилась на карте свалок. Это интерактивный проект, разработанный Народным фронтом. Александр Васильев, как активист этого движения и депутат Лазовского поселения, в свое время одним из первых подключился к решению проблемы и сегодня продолжает следить за развитием событий. При поддержке жителей, при взаимодействии с ними, конечно, мы выходим на такой уровень, когда ситуации освещаются путем СМИ, нас начинают слушать люди, которые, мы вызываем уже людей, которые принимали в этом участие. И непосредственно, на мой взгляд, сейчас ситуация начинает входить в более-менее конструктивное русло. Это очень хорошо. Районная администрация обеспечила участие представителя организации, ввозившей отходы на Зубцовский карьер. Он заявил о готовности к диалогу и ликвидации негативных последствий своей деятельности. Я готов отвечать. Я почему здесь и нахожусь, и не скрываюсь ни от какой камеры. Я считаю, что каждый должен отвечать за свои поступки. Если я что-то нарушил, соответственно, я буду за это отвечать. Я однозначно буду разбираться с этой ситуацией и никогда от этого не отвернусь, потому что здесь живут мои дети и живут мои родители, как и говорили. Но вот идет следствие. Несмотря на то, что проблема является весьма наболевшей, жители смогли справиться с эмоциями и вести конструктивную беседу. Многие участники встречи призывали соблюдать принцип презумпции невиновности, воздержаться от незаконных обвинений и тиражирования скандальных материалов. Здесь мы собрались не враги друг к другу, а для решения проблемы, которые есть. Поэтому экскурс в прошлое давайте мы опустим, поставим рубеж на том, что сейчас на сегодняшний день есть и как из этой ситуации с минимальными потерями в максимально сжатые сроки выйти. На предыдущих встречах с жителями уже звучала информация о том, что найти оптимальные способы рекультивации карьера возможно только после получения результатов экспертизы. Чтобы уже сейчас снизить уровень экологической опасности, предлагается накрыть зубцовский карьер гидроизоляционным слоем. Однако, возможны и другие варианты устранения негативных последствий. Инициативная группа жителей пригласила на встречу специалиста из фирмы, оказывающей экологические услуги. После общего обсуждения представители всех сторон остались детально прорабатывать конкретные варианты решения проблемы. Как мы обещали жителями, мы будем держать эту ситуацию на контроле, мы будем постоянно с ними встречаться. Сегодня пришла инициативная группа, по которой мы договаривались, просили уточнить инициативную группу, с которой мы будем работать, когда мы при встречах будем привлекать независимых экспертов. Их просили, чтобы с их стороны были привлечены эксперты, чтобы все, что мы делаем, было прозрачно. И каждый житель нашего города мог оценить работу, которую мы проводим именно в этом направлении. Люди должны исправить то, что они сделаны. Нашим жителям это не нравится. И мы, как жители города, это тоже наш интерес. Мы должны контролировать все, что у нас здесь происходит. И мы не должны допускать никаких катастроф на нашей территории и неудобств для жителей. Любовь Лукашина, Михаил Жучков, День города.